привет зрители этот шикарный рюкзак за 1304 рубля я вчера забрала сазон и он прошел тест проливным дождем и не одним я с ним потому что доехала под в одно место где слегка шел дождь потом не шел дождь он то шел то не шел потом пошел ливень когда я поехала до дома чтобы оставить одни вещи взять ключ от сада поехать сад закрыть теплицы наши соседей и некровные родственницы но и приехал уже потом домой он из водоотталкивающего материала и производитель говорит что он не это не потопляет они на самом деле нельзя там поранить каким-нибудь ножом там то все есть тут какие-то вещи которые мне нахрен не сдались я еще думала написать чатик бложика спросить у людей кто не пользуется рюкзаками где вот есть кстати там есть один переходничок чтобы через эту дырочку можно было подзарядить аккумулятора портативного телефон планшет там или еще что-то какую-то другую приблуду но в основном телефон или вот дырочка правда ее тут видимо надо отдельно проделывать под наушники а потом что-то как-то и забыла я даже не помню писала я об этом или нет в чате к телеге кстати в чате к телеге пишутся информация иногда по большей части так которую не не хочется выносить дальше телеге но бывают люди которые неадекватные создают большой шум хотя всего в том числе их банят они каются и возвращаются в чате как снова банят и они вытаскивают всю информацию которую смогли скриншотить закопировать и запомнить дальше бложе к телеге что за люди вообще но не суть важно короче тут во первых приличное количество кармашков я искала себе у меня же рюкзак мой сини которая покупала хрен знает как он году в восемнадцатом что ли или в семнадцатом ярике в спорт мастере он у него порвались кармашки сеточки по бокам куда удобно бутылочку положить или зонтик у него стал отслаиваться слой который отвечает за водонепроницаемости и там какой-то месте образовалась даже небольшая дырочка в общем он теперь пригоден чисто для покатушек на велике в деревне либо пешего похода в деревне там за какой-нибудь травой я искала рюкзак с водоотталкивающим материалом чтобы он был более-менее нормального формата этот не поверю зрительно он большой даже больше чем по моему мой тот рюкзак синий который все-таки из ну промокает под дождем но как-то я в нем попала под дождь что в синем рюкзаке за семьсот семьдесят рублей свайберс и он то что в нем было не намокло но вот если бы еще чуть-чуть там час наверно пробыла бы под таким ревнем то он уже конечно намокло там все у него верхний слой как бы мокрый был но внутри он еще не успел так вот он на 40 литров тот был у меня синий на 30 кажись оба у меня все практически синие причем он мужской но какая разница мужской не мужской у меня тот который покупала тоже был как бы мужской во второй мне рюкзак синий он унисексовый такой ну мягко нет мягкого материала он тоже большой но не настолько этот на 40 литров мне который очень понравился был еще на 75 а по размерам он был в половину моего роста я всего лишь метр шестьдесят два с половина я не такой большой человек как допустим никитос гребушка мальцев или миша жу все три знакомых чувака разного роста и возраста короче мне искала рюкзак чтобы него были сеточки кармашки по бокам что можно положить было зонтик либо бутылку с водой попить чтобы он был вода из водоотталкивающей ткани то бишь непромокаемый чтобы у него был стяжка грудная вот здесь вот между лямочек и ремень поясной про поясной ремень я узнала своего друга никиты я раньше думала что поясной ремень это тоже такая стяжка как бы как и на груди ну как на синем рюкзаке и когда как-то ехал прошлом году с ним из ведра очень сильно нагруженная не только молочкой но еще какой-то едой растительной едой который мне добрая бабушка добрая бабушка дедушкой выдали и короче говоря у меня очень сильно болел спина поясница и это называю ямка между жопой спиной и мне никита сказал что типа ясной ремень его я ему говорю вот он говорит нет поясной ремень это вообще отдельная штука в общем я искала рюкзак с поясным ремнем и вот не считая вот этих двух штук мне нравилось все но меня отталкивали эти две штуки а потом я подумала да пофиг может мне вот эта хрень пригодится а это ну мало ли у меня такая же похожая штука тоже под наушники на сумочке для велика под телефон и всякую мелочевку я и не пользуюсь она есть но как бы она мне не мешает ей тоже смотрите вот я ехала вчера у меня во первых спине было тепло и ничего не промокала спина в нормально и спина не вспотела у меня спина допустим потела все-таки от того рюкзака который предыдущий вот он деревня сейчас остался этот аппинтюр или как-то он из спортмастера его покупала что-то около 600 рублей здесь есть какие-то вот но можно сюда чуть прицепить там очки допустим или еще какую-нибудь фигнюшку ручка чтобы переносить фурнитура очень качественно сделал единственное что все эти рюкзаки сейчас приходят у них все эти веревочки болтаются надо самой как-то это все зафигачивать и в озоне сейчас такая фишка если ты заказывал допустим рюкзак он считается одеждой ты заказываешь и примеряешь его в кабинке на себе если он тебе подходит то ты его забираешь и деньги уже списываются после того как ты одобрила что собираешься это взять пустоплата короче в этом плюс вот здесь вот стяжечка можно отрегулировать один кончик вот здесь стяжечка на груди она мне почему-то напоминает кусочек флага дружественной страны которая теперь почему-то не дружественная догадайте с первого раза кто но у меня знаете а странные ассоциации может вы не догадаетесь они как бы пластиковые может они не совсем пластиковые но из какого-то там полу сплава год то стяжечка очень удобные лямки они не натирают ничего я вчера довольно приличное время шастала тут поролончик или доверение поролончик что-то вот такое где-то писались в каких-то описание рюкзаков которые смотрела пенка может быть тут действительно вот эта пенка вы здесь она заканчивается и кусочек вот такой этой не пенки отсутствует мягкое чувствуется вот сюда можно я думаю тоже что-то такое прицепить ну вот она так свободно это уже воде где-то не знаете что можно прицепить может этот а сюда можно прицепить какой-нибудь крепление для камеры которыми сейчас деревне вот оно швы качественно сделано все вот на эти да вот что-то можно прицепить тут еще есть какие-то крепления куда можно поставить какие-то палки с которыми люди ходят в горы и нититос тоже ходит но у меня таких палок нет но в общем пусть весят для чего-нибудь вот здесь так как я не знала как конкретно закрепить я сделала вот так я вот так я пишу на sony камеру уже 2 видео обзорная здесь тоже был ремешок с каждой стороны вот этот карманчик вот он карманчик на сеточке я думаю что может конечно надо его отдельно потом может запишу на себе сейчас я просто на кухне сижу тут не получится наверно показать этот полный рост может и получится ну не знаю не уверена у меня сейчас в нем уже кое-что лежит потому что потом поеду в сад в общем тут карманчик на сеточке на сеточка карманчик и здесь такой же и у него у меня тут что-то лежит я лазала по таким интересным местам что у меня видимо где-то было место где была вот эта вишня дикая и у меня в карманчик упала вишня незрелая с веточкой во мне и тут вот такой ремешок он видимо ну можно затем я никогда такими не пользовалась но это пилашюта можно затянуть чтобы допустим что-то было вот водичка там еще какую-нибудь термос туда поставить чтобы точно никуда не выпало если так вот резиночка то вряд ли ослабиться но в общем вот тут такой мешок я его потом уже сама крепила вот он вот здесь крепится и вот здесь уже вот на такой можно затянуть при случае как уход здесь соответственно такая же аналогичная штука вот этот клапан для usb зарядки вот эта вот штучка для наушников но я наушниками не пользуюсь у меня есть гарнитура bluetooth на одно ухо я иногда думаю купить себе гарнитуру на оба уха чтобы были просто наушники ну заработали мало ли чего но у меня есть гарнитура для записи smr афотечь может неправильно произошло но у меня так удобно вот такими там амбушюрами и там есть мягкие ну просто мягкие есть волосатые кардиологи вроде микрофон потом у меня чё есть есть просто наушники с микрофоном обычные может быть даже типа геймерские такие лет десять с лишним они в деревне и вместе с колонками там просто их использую иногда когда smr монтирую чтобы слышать лишние звуки понять вот что там можно вырезать нужно вырезать у меня есть микрофон не помню фирма я с ним один его один раз использовала прямом банке для smr монбанга там он фонил потому что рядом телефон лежал с которого управляла но я думаю что можно в принципе его приноровиться я попробую может подключить джай камере через планшет управлять и могут подальше лежать я как нибудь его еще использую есть микрофон пушка от комики каким еще микрофон есть наверно это три микрофона да все три микрофона и вот у меня есть просто гарнитура который новый купил потому что та у меня была по гарантии три года но она дохла раньше и я вот внезапно ее смогла вернуть на озон вернулась а я покупала ту гарнитуру по образу и подобия практически и той же практически фирмы только менее ну как-то вот различается там какими-то менее минимальными функциями за 4000 а в этот раз купила за полторы примерно ту же самую хотя звук там ну немножко другой но не суть короче у меня вот есть гарнитура но блютузная я хочу блютузные наушники какие-то может быть вместе с микрофоном встроенным потому что вот у меня планшет он подключается наушники только по блютуз и мне как бы все равно неудобно вот наушники которые через провод ну мало ли просто чего то даже просто значок как вот так вот вот он вот такой вот здесь вот этот поезд поезд были рюкзаки где вот в поясных ну этом поясе были кармашки но я считаю что то принципе речнее потому что лучше тут он пусть будет чуть-чуть прилегать к себе к телу так нормально поддерживать чем тут еще непонятно что будут висеть и кармашки тут довольно плотно так вот сделала такие как тут лямочки здесь и вот она вот это как бы короче вот этот поясной ремень дальше что у нас тут вот здесь смотри зритель давай лицом сначала поверну вот здесь вот есть кармашек он тоже не промокаем у меня там лежала какая-то мелочевка ничего не промокла сейчас у меня тут можно скачу моем рюкзаке у меня тут ампула магнезии тряпочка для протирания очков бальзам для губ которыми сегодня кстати не пользовалась надо попользоваться эйван кэ подарок от подписчицы лелечки за что и спасибо очень хороший бальзам чко мне нравится потом что еще у меня в одном кармане вошь на аркане или на аркане не знаю в кармане балаха на цепи я была в ашане купила аскорбиновую кислоту просто иногда бывает я еду у меня с собой только вода еду я с собой не взяла и мне нужно хоть что-то чтоб в порту побывало я вот взяла на всякий случай или даже в автобусе едешь если укачивать аскорбиновая кислота самая обычная и зеркальце я вроде на зон когда-то покупала дергать минимальный такой набор вот качественная гарнитура хорошая вот такая штучка тут я вообще как бы не люблю такие весельки бывают такие не пойми чего сначала держится потом отвалится но тут очень хорошо качественно сделано у меня на синем рюкзаке там просто вот такая как бы резиночка вот на этой штучке а на другом синем рюкзаке уже не помню чок мне все эти люди синие меня сначала смущал вот этот карман потому что смотрите вновь в общем он как бы закрывается не до конца если вот дождь идет и вчера немножко там внутри что-то было вот так вот помог ну как бы чуть-чуть влажно было не мокро но вот если там что-то было вот такое что может промокнуть то это было бы не очень хорошо он вот такой просто вот вот как туда нужно допустим ну какую-то куртяху что-то что вот что такое объемное но не выпадет само к себе может конечно можно и какой-то планшет сумма сайте мне же тут все сохранилось уже и можно уже наверное это отрубить камеру наверно не успеет сюда в кадр влезть и тут коротенький повод все это все далеко но сейчас у меня заряжается в общем планшет заодно bluetooth отключу 81 процент я включу обратно вай-фай потому что у меня вай-фай был подключен к камере вай-фай сохранено доступно подключить хонор 9 а короче вот наш планшет это хонор под 8 12 дюймовый планшет сейчас заодно протестим его на влезание влезет он по заре нет может я не очень удобно сижу у камеры небольшое расстояние ну допустим вот так вот вот он влезает сюда и вот так торчит можно сюда какую-нибудь книгу положить это вот если вы знаете что не будет дождя тут округлое одно и там внизу немножко еще что-то есть можно продвинуть но у меня сейчас тут всякая мелочевка лежит поэтому но не совсем до конца доходит и там как бы упирается в общем вот сюда можно что-то положить но сюда лучше положить что-то чуть более мягко и объемно ну курску допустим засунуть и мне сначала немножко отталкивал этот карман думаю ну вот там это как-то ничего он тут вообще непонятный неудобный для чего и зачем но вполне нормально можно что-то засунуть дальше у нас вот здесь карман очень удобно кстати карман для телефона считается туда не только телефон влезет туда влезает вот моя лопата да вот этот вот хонор 9а туда спокойно влезает туда можно положить ключи причем он сейчас я гляну он он влезает вот так я маленькую дырочку обновила но она сверху из нее ничего не выпадет маленький дефект что такое в общем влезает туда телефон спокойно и туда можно положить ключи платок еще какую-то мелочевку вот что у нас сейчас есть два кармана на сеточке карман вот здесь вот сбоку карман вот этот вот большой карман под телефон уже пять дальше смотри зритель здесь еще есть отделение сюда тоже можно положить допустим планшет сейчас у меня тут лежит кошелек можно положить планшет он спокойно туда ходит можно положить там книгу журнал еще что-то чё тебе хочется и этот карман он вот он довольно вместительный вот вся что вот эта серая штука до шва это вот все этот карман но планшет в итоге положим наверно другое место какое это у нас уже 6 6 отделение правда я открыла сейчас уже не тот карман в общем у нас шестое отделение тут одна такая змеечка кошелек я сейчас туда уберу если хочешь я тебе сделаю что в моем кошельке если тебе такое интересно он с 2014 года с осени этот кошелек он у меня побывал в Талии нигде он только не бывал вот этот вот карманчик который кладется телефончик вот это основное отделение тут двойная змеечка вот она очень легко плавно открывается сейчас у меня здесь контейнер под ягоды зарядка для смартфона еще один контейнер под ягоды баночка возможно под ягоды потому что я не знаю что меня ждет там глубокое отделение он конечно вот так вот он сам по себе не держит форму у него не плотное дно не ну не крепко дно но там ощущается вот такая не хилая прокладочка вот это вот материал который не промокаемый там пенка я ее ощущаю ну или что-то вот такое по типу пенки она мягонькая такая видно что-то прослойка конкретная и вот смотри зритель я постараюсь показать в общем тут как бы большое отделение и еще отделение не знаю как бы тут загнуть отделение под планшет либо ноутбук и здесь вот как раз находится вот этот сейчас у меня провод который вот провод переходник для зарядки я никогда не пользовалась вот таким мне первый раз вообще в руках держу рюкзак у которого есть такая возможность если вы пользовались дайте знать комменты я щас просто попробую понять как она вот тут выглядит как она тут суется а вот как-то я поняла тут как раз она вот вставка это но сюда влезает да но сюда влезает тут есть выход для этого самого это подключаться в аккумулятор туда в эту штуку суется уже сам провод от телефона карман очень хороший я сейчас уберу обратно эти свои контейнеры рюкзак нормально держит форму даже когда вот набитый или не набитый я вчера ехала у меня с собой был маленький рюкзачок от подписчицы честно я не помню вроде от наташи прости если имя перепутала если ты до сих пор не осмотришь в общем не девочка дарила рюкзак кажется на день рождения то ли в этом году то ли в прошлом я не помню честно и у меня был этот маленький рюкзачок с собой еще кто-то в камен так все время на синий рюкзак сказал мне что типа дофига тебе этот рюкзак он такой страшный некрасивый который новый там этот синий был и за 770 вот тот рюкзак был лучше я поехала с тем рюкзаком от подписчицы и в нем была водичка зонтик кошелек какая-то мелочевка и так как как бы был дождик я еще думаю блин он мокрый сам по себе а внутри вот там еще какие-то вещи и я его туда положил он он высох ничего тут не намокла пока ехали и у меня вот здесь вот были какие-то вещи то что я забрала этот рюкзак меня тетя потом взяла его тут и говорит что у тебя такой тяжелый что у тебя там вообще я говорю ну там много чего и вот сейчас я положу сюда этот планшетик вот он вполне нормально так вот вот он планшетик вред все хорошо я думаю при желании сюда и мой ноутбук вредит ну правда сейчас включу но мы можем его прикрыть отсоединить от сети вот мой ноутбук рено мне кажется я его когда-то давно обозревала я на нем сейчас теперь только фотошоплю да и вот он я не помню сколько у него диагональ 12 или что то но он побольше ноутбука или 14 он побольше ноутбука и он сюда вполне входит очень удобно я вот сейчас как раз собираюсь в сад и немножко там помонтирую немножко потайплю я хотела здесь потайпить но уже у нас три часа и мне если я поеду позже то мне только ягоды собрать а надо чтобы ну как бы я пособираю ягоды отдохну может быть хоть страничку сделаю ноутбук вот смотрите здесь еще остается место очень классный рюкзак мне очень понравился я когда приехала сразу оставила на него отзыв написала на лун что он прошел проверку дождем много вред я покупала чтобы допустим ехать деревню и знать что если я попаду под дождь то у меня мои вещи не измочатся сейчас мы сюда и ну этот я попозже уже положу сейчас сразу положу все что нужно для ноутбука я кстати покупала мышку спасибо за донаты для тех кто поддерживает канал для планшета я ее не обозревала у меня просто не было времени если вам интересно можете дать каменты я запишу обзор и она как бы блютузная мышка она может быть поработать по блютуз планшетам или одновременно даже с ноутбуком но я пока не подключала одновременно ни к тому ни другому но она работает по вай фай либо по блютуз плюс у нее дополнительный хвостик видимо надо мышку все таки потом отдельно обозреть были наборы мышка и клава но я пришла к выводу что вот к планшету мне необходимо исключительно мышку а так как у меня нет блютузных мышек причем таких что они без хвостика работают просто вот по блютуз соединяются как допустим гарнитура потому что тут дырочек только на зарядку то я это заказала мышку конечно мне бы хотелось чекхол какой то потому что он вот убираешь он там чуть увидел меня оно включается плюс сам вот этот чехол оказался не очень плотным он сначала нормально сидел но немножко вот уже как то как говорится это люфтит ну не всегда плотно прилегает и гидрогелевая пленка вот я нажала на него он тут же загорелся тоже ну в общем мне надо какую то гидрогелевую пленку потом иначе придется менять на какой то чекхол и я с другой стороны хотела чтобы была плотная такая спинка рюкзака не такая что уж совсем плотная да вот как деревяшка перекамень а вот плотная спинка рюкзака чтоб можно было и нормальный карман чтоб можно было туда вот это положить брать и он ну как бы будет стабильно лежать не включится ничего вот он конечно тяжеловатый вот он я подальше отъезжаю от камеры чтобы он весь в кадр влез и да я забыла сказать тут вот есть какие то еще штучки крепления я не знаю до чего но тут видимо можно что то такое еще прикрепить сюда там в описании было написано но я честно уже забыла и еще тут есть вот такие резиночки с какими то вот затяжками которые вот видимо под те палки которые с которыми в гору ходят с этими палками какие то финские палки для ходьбы или уж не знаю че может это разные какие то палки но я видела вот на фотках у друга что он с такими какими с палками как лыжные палки только сами по себе палки ходят в горы вот такие штучки ну я найду если че потом какое нибудь применение к ним не считая той маленькой дырочки на внутреннем карманке совсем малюсенькой так вот тут все очень так хорошо сделано ну маленький дефект я не считаю что это какой то минус мало ли что там такое может у всех везде там оказаться я ему поставила пять звезд я может даже наике потом на него напишу обалденный рюкзак такой причем такой рюкзак стоил около трех тысяч зимой такой рюкзак можно было купить на за две тысячи за тысячу семьсот на озон я вот нашла самый дешевый вариант мне случайно попался за тысячу триста четыре рубля вот такой у меня обзор рюкзака артикул я оставлю в инфобоксе а еще в закрепленном комментарии если вам вдруг нужен подобный рюкзак то я вам советую это не только для мужчин но и для женщин для всех подойдет мне кажется рост у меня 162 сантиметра он на 40 литров этот рюкзак ну и у него есть поясной ремень на случай если вы там сильно набиваете его сначала на нем с ним ехала как с поясным ремнем потом мне надо было достать телефон я уже не застегала поясной ремень даже не застегала грудные стяжки не всегда они нужны но вот лучше пусть они есть и не застегнуты чем их отсутствие как вот на том синем рюкзаке где мне пришлось покупать розовую отдельную грудную стяжку всем спасибо за просмотр если хотите поддержать канал где-то будет облачко либо ссылка в инфобоксе всем пока пока HP м . . .